здравствуйте друзья с вами как всегда андрей доцент и это трансформеры закаленные в бою мы продолжаем и у нас спецмиссии наконец-таки то появился мегатрон тот самый мегатрон который чуя устроит еще ту резню я еще функционирую название спецмиссии как обычно беремся за сложный уровень сложности часть 1 появление десептикона и первая миссия искусство боя ну что давайте посмотрим что у нас там за искусство я тут немножечко начал уже так сказать проходить но сюжетную составляющую не смотрел не читал не видел все пропускал дабы не портить интригу происходящих событий показатели телетрона зашкаливают это что-то немыслимое немыслимое мегатрон явился наш мегатрон не не немыслимое а неизбежное в этой реальности командир вы знаете что делать вы следите мегатрона прежде чем он накопит силу которую так отчаянно ищет вот прямо сейчас пойду и сделаю то что нужно найду этого мегатрона только этот мегатрон говорят очень крутой гораздо круче того что был фильме из фильма точнее да действительно это неизбежное но наконец-то кита рано или поздно доберемся до него и посмотрим что он у нас умеет насколько он крут но он уже определенно крут тут как бы иначе то и быть не может но хочется лицезреть воочию а после купим кристальчики и глянем что у нас там выпадет двигаем сюда ну по стандарту как обычно эти мелкие шарктиконы все дела и так далее да мне вот интересно посмотреть как на себя отреагируют два мегатрона друг на друге какова будет их реакция кто так сказать окажется круче да чтоб тебя зараза ну знаете ли такими темпами тут все у нас развивается появляются известные и малоизвестные персонажи из этих двух вселенных и такими темпами рано или поздно скоро именитых таких и классных персов которых будут покупать не останется а будут какие-нибудь малоизвестные которые мало кому-либо будут интересны за кристаллы энергона и тогда скорее всего может быть тогда добавят еще одну вселенную так сказать че уж на двух-то ограничиваться даже на трех по-моему тут же у нас еще есть вселенной битвы зверей так сказать поэтому я чувствую дальше будет еще интереснее дожить бы до этого дальше и накопить нужную силу так ну гримлок у нас как обычно его пушки просто невероятной силой обладают за него играя только стрелять надо и проводить атаку в два деления ибо она просто чудовищно сильная с ума сойти о значит это правда слухи не врали слухи о том что меня поглотил этот мир хаоса это верно твои преданные соратники давно ждали твоего прибытия и как же ты проявил свою преданность спрятался в пустоши избегая столкновения я не прятался я спасался готовясь к этому моменту и оттачивая свое искусство 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 трусости нет мой повелитель искусство борьбы без боя когда придет время я буду совершенно готов уничтожить командира и любого кто встанет у нас на пути ну видите ли да мегатрон только явился и уже начал всем паяльники вставлять вот это мегатрон да вот тут вот это мегатронище тут иначе не скажешь я вот помню я с тем мегатроном с ума сходил когда он был просто невероятно сильным эээ ну боссом тогда было конечно просто чудовищно трудно его победить у меня еще тогда и команда не отки была а теперь у нас появился и этот мегатрон и он у нас еще идет я так полагаю наверное будет последним боссом ээээ сюжетной миссии и вот чувствую там друзья нам придется не сладко ну не знаю конечно может быть благодаря всем этим поправкам усилениям и т.д. и т.п. что-нибудь у нас да получится но одно если наверняка ни черта это не будет легко придется попотеть интересно а трансформер потеть может такой металл весь потный такой да аренхайд пострелял вух не могу старость не радость но это старые детали господи бедные штартикон а когда их доступными сделают мясо это ну и как он под пульту а подлез бедолага двигаем дальше превосходно надо думать за аренхайда играешь это всегда превосходно один из тех персов которые на протяжении времени так сказать не сдали своей позиции в плане убойности и мощности молодец красавчик чё я скажу так ну давайте-ка сюда пойдем разберемся с этим речтом и после примемся за бладжина и добровольцем у нас вызывается проул ну давай проул зачитай права этим этому медику вот и все урон от ближнего боя ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй слушайте что это самодиагностика а так вот и все мне интересно кто там постоянно гудки пускает когда никого нету и все на воздух взлетело буквально так бладжин сейчас как раз удачный момент испытать твое искусство командир приближается моя верность будет абсолютно доказана когда я уничтожу нашего врага но перед этим я хотел бы предупредить вас повелитель мегатрон предупредить о чем есть десептиконы которые будут заявлять о своей верности вам теперь когда вы вернулись но их искры лживые дай-ка угадаю старскрим нет менее очевидно и более проблематично шок вейв шок вейв никогда ты испытываешь мое терпение и доверие пора проверить твою верность прикончи командира сейчас же ну пусть против этого мечника идет гримлок посмотрим чей меч окажется круче бедный бладжин тут конечно можно сколько угодно оттачивать свое искусство но когда против тебя выходит гребаный динозавр с огромным мечом и жуткой пастью ну тут ты хоть че оттачивай нафига это не поможет так опаньки давай 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 надо его загрызть короче надо его загрызть ой 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 ну что ж ты творишь то а смотрите он на меня этот наложил а давай опана все время обедать а вы глядли вы видали у него прям это нарыгон из пасти палился гримлок красава ничего не скажешь молодец все миссия выполнена искусство боя пройдено ну потом это я все до ста процентов пройду и получим свою награду вот так вот ну ладно друзья закончим здесь как обычно и продолжим все в следующей серии ссылки на плейлист группу вк фейсбук твиттер а также на другие прохождения по вселенным трансформеров снизу в описании под видео с вами как всегда был андрей доцент всего хорошего вам крепкого здоровья приятного настроения и храни вас праймус всем пока